Телеканал «Ноябрьск-24» предлагает жителям города почувствовать себя в роли жюри премии «Человек-года». В этом году мы ввели специальную номинацию «Компания года», чтобы дать возможность всем желающим выдвинуть своих кандидатов и определить лучше предприятия и организации в 12 категориях. Для того, чтобы предложить свои варианты, надо зайти на слайд премии, выбрать в любом порядке категорию, написать название или же имя и фамилию сотрудника, наиболее успешного на ваш взгляд. После чего пройти проверку через любой ваш аккаунт в соцсетях. Победитель в каждой категории определится по наибольшему количеству набранных голосов. Стоматологи городской поликлиники определили лучших в своей профессии. Врачи провели конкурс по эстетической стоматологии. Главная задача специалистов – придать красоту, улыбке пациентов. О том, как проходил конкурс и что самое сложное в этой работе, знает моя коллега Яна Джуз. Перед встречей со Светланой Елесиной пациенты часто нервничают. Женщина-стоматолог и уже привыкла к такой реакции. Несмотря на то, что современная стоматология уже давно перестала быть болезненной, Светлане все же приходится искать способы, как успокоить каждого, кто обращается к ней за помощью. Говорит, в этом деле главное найти психологический подход к пациенту. В первую очередь, конечно, мы проводим беседу, настраиваем на позитивное отношение к лечению зубов, потому что в настоящее время засвечиватель является абсолютно безболезненной. У нас применяются современные анестетики, которые, в принципе, подбираем индивидуально во всех ситуациях, во всех случаях. Можно обезболить, и пациент будет чувствовать себя комфортно. За одну смену стоматолог может принять около десятка человек. На одного пациента в среднем уходит около часа. Оттачивают свои навыки стоматологи на конкурсе профмастерства. Для ноябрьской стоматологической поликлиники он стал уже традиционным. В этом году на конкурс эстетической стоматологии заявились пятеро. Это как совсем молодые врачи, так и те, у кого за плечами многолетняя практика. Главная задача каждого – придать красоту улыбке пациента. Работу оценивает жюри. Всего больше 20 критериев. Здесь каждый шаг фиксируется на фотоаппарат. Каждый шаг, буквально через каждые 15 минут у нас есть такая шкала баллов, оценочная шкала врача-стоматолога и его работы. Начиная от внешнего вида полости кариозной, которой мы подбираем пациентов специально заранее. Примерно одинаковые зубы, одинаковое отсутствие коронковой части. И жюри оценивает эту работу. В качестве моделей для работы конкурсантов выступают обычные жители Ноябрьска. Пациентов выбирали заранее, чтобы стоматологи находились в равных условиях. Бонус для моделей работы по реставрации зубов для них проводится бесплатно. Бонус для врачей во времени они не ограничены. Обычно мы ориентируемся на соседние здоровые зубки. Чтобы, если мы очень красиво сделаем зуб, он будет выделяться, будет там очень белый. Врач-стоматолог подбирает по цвету соседнего зуба, по форме, чтобы он такой был естественный. У нашей героини Светланы Елесиной пациент с проблемным передним зубом. А значит, работа должна быть ювелирной. Иначе ошибки в работе будут видны сразу. Просто пломбочку не поставишь. Здесь идет реставрация полностью всей структуры зуба. То есть восстанавливается послойно все ткани зуба. Подбирается под каждый цвет, ну, определенный цвет. Все послойно восстанавливается, реставрируется, полируется. И тем самым мы получаем анатомическую форму зуба. Тем не менее, со сложной ситуацией врач справилась хорошо. Светлана стала второй в этом конкурсе. Главный приз – повышение квалификации. Вместе с победителем Еленой Тернавской она отправится в Москву на Всероссийскую научно-практическую конференцию стоматологов, которая пройдет в апреле. Яна Джуз, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. По итогам января инфляция в России достигла максимума. С 2016 года потребительские цены увеличились на 11% по сравнению с декабрем. А в сравнении с январем 2018 инфляция ускорилась до 5%. Об этом сообщает Росстат. Сильнее всего прибавила в цене плодовощная продукция. Так, помидоры подорожали на 17%, капуста – на 14%, огурцы – почти на 13,5%. Что касается непродовольственных товаров, то они выросли в цене на 0,6%, услуги – на 1,1%. В качестве основных причин ускорения инфляции эксперты называют рост НДС, а также акцизов на табак, алкоголь, моторное топливо и автомобили. Местные предприниматели рассказали о своих проблемах. В первую очередь бизнесменов волнует ситуация, сложившаяся в городе с появлением крупных торговых сетей, которые, образно говоря, зажимают мелкие торговые точки. Выслушал жалобы бизнесменов, уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионе. Он побывал в нашем городе. Как пояснил специалист, ситуация может быть стабильна только в том случае, если доля торговых гигантов не будет превышать 25%. В ноябрьский закон не нарушен, и речь скорее идет о конкуренции. Поэтому местные предприниматели сейчас думают, как трансформировать бизнес, ищут новые способы привлечь покупателей. Одна из идей – доставлять продукты на дом, оформляя заказ через интернет. Второй волнующий вопрос – так называемая мусорная реформа. Бизнесмены хотят знать, могут ли они участвовать в утилизации и переработке твердых коммунальных отходов, предоставлять транспорт, например. Ответы на эти и другие вопросы даст специальная рабочая группа. В округе ее создадут в ближайшее время. В состав войдут депутаты, исполнительная власть, предприниматели. В состав рабочей группы также будет моя кандидатура включена, у полномоченного. Мы будем обсуждать уже более тонко данные вопросы, и как дальше работать и по тарифам, и по всем, то есть утилизации твердых бытовых отходов. 18 февраля в городе стартует традиционный конкурс «Педагог года». В этом году он юбилейный и состоится уже в 25-й раз. Участие в конкурсе примут 17 человек. Они будут бороться за звание лучших в трех номинациях. Педагогический дебют, воспитатель и учитель года. Причем в последний заявлены только мужчины. На протяжении пяти дней участникам предстоит выполнять ряд заданий, проявить творческие способности в визитке, показать свой опыт на открытых уроках и провести мастер-классы. Победителя объявят 22 февраля. Педагоги уже прошли жеребьевку и определили, в каком порядке будут выполнять конкурсные задания. У них отличная память, точные глазомеры и хороший вкус. В свой профессиональный праздник 6 февраля отмечали бармены всего мира. Они не только создают, смешивают и разливают коктейли. Настоящие профи своего дела могут с посетителями и по душам поговорить, а если нужно и трюками развлечь. Не хуже циркового артиста. Что происходит по ту сторону стойки, узнавала Елена Жаркова. Сколько вешать в граммах, этот вопрос не поставит в тупик ни одного бармена. У настоящего профессионала глаз-алмаз. Точность, как в аптеке. Мы же как лекари, которые были в старину, которые смешивали травы с микстурами, чтобы улучшить состояние здоровья людей. Также мы смешиваем напитки. У Артура Неповторимого к работе подход философский. За барной стойкой молодой человек уже 8 лет. Труд вовсе нелегкий. За одну только ночь он делал до 100 литров коктейлей. Без шпаргалки знают рецепты больше сотни разновидностей шотов, пунши, смузи. Тут без хорошей памяти не обойтись. Самым большим количеством напитков в коктейль, наверное, входило на моей памяти более 12 видов составляющих его ингредиентов. Артур входит в сотню лучших барменов России. Своё мастерство он шесть раз доказывал в различных чемпионатах. На его счету 40 авторских коктейлей. А ещё с десяток освоенных профессий. Бармен, барист, асамелье, официант. Ещё он хороший психолог, говорят клиенты. Хотя этому его никто не учил. Люди, приходящие в бар, они фактически приходят к тебе. Соответственно, это все твои гости. Ну и бармен должен на много кого обратить внимание, со всеми поговорить. Каждый приходит со своей проблемой. Со всеми абсолютно надо будет всё обсудить. Защищё и психолог. Естественно, да. Как правило, говорят, только бармен поймёт тебя лучше твоей жены. Помимо хлеба, публика требует и зрелищ. И то, что вы сейчас видите, это не показуха, а флейринг. Говоря проще, оригинальное приготовление коктейлей. Чтобы так умело жонглировать и держать баланс, Артуру понадобилось два года тренировок и почти три тысячи стеклянных бутылок. Бутылку разворачиваем. Да, вот так вот. Подбрасываем и другой рукой ловим. Для меня это сложно, это для вас просто. Подбрасываем вверх и другой рукой ловим. Подбрасываем вверх и другой рукой ловим. Ещё разок? Оп. Ну, что-то. Я знаю, что это бутылка, ну, бутафория своего рода, но с настоящей было бы страшно, особенно если там какой-то дорогой напиток находится. Да, когда ещё в заведение приезжаешь выступать, а там кафель, он тебе прямо в глаза бьёт. Опасность. Чтобы мастерски жонглировать, нужны трезвая голова и хорошая реакция. На освоение всех при мудрости уходят долгие годы. В эту профессию приходят без опыта. Обычно студенты, чтобы подзаработать. В бар, конечно, преимущество навсегда идут мужчины, потому что это довольно-таки физически сложная работа, во-первых. Во-вторых, стрессовая устойчивость всё-таки у мужчин в этом плане, в сами пике работы, она непосредственно выше, чем у девушек. Ну, хотя и девушки бывают в нашей сфере, которые дают флору даже мальчикам. Их называют лекарями, психологами, шоу-мастерами. Трудиться ради публики бармены готовы 365 дней в году. И даже в свой профессиональный праздник они не сидят без дела, а по традиции проводят этот день за барной стойкой. Елена Жаркова, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Съёмочная группа «Табола» 23 февраля приедет в Ноябрьск. Эту информацию наша редакция подтвердил генеральный продюсер картины Олег Урышев. Кто именно из актёров будет приветствовать ноябрьских зрителей, пока не решено, но то, что поездка в наш город состоится, уже известно наверняка. Сама же премьера пройдёт в Руси 21 февраля. Кинолента посвящена истории освоения Сибири в петровские времена. Съёмки проходили в Тобольске и в Тюмени. По сюжету молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин отправляется в пограничный Тобольск по приказу царя. Здесь герой встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор. В картине снимались известные российские актёры, в числе которых Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов и Александр Лазарев. Возможно, кто-то из них и будет в числе тех, кто приедет в Ноябрьск. Мы определим сейчас, кто всё-таки точно летит, потому что они всё равно в Москву нам подтвердили, а вот какие-то поездки по городам там сложно, там у них же ещё и спектакли у кого. Пока мы сейчас там Ноябрьск формируем, кто из акторов полетит. 21-го мы в Перми, 22-го мы в Екатеринбурге, из Екатеринбурга прилетаем в Ноябрьск. То есть там транспортная схема ещё у вас, не такая простая. Тренеры спортивного клуба «Единоборств» 89-й «Легион» побывали на встрече с мировой знаменитостью по смешанным единоборствам Хабибом Нурмагомедовым. Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Спарта» в Сургуте. Посмотреть и послушать известного бойца пришли более 2,5 тысяч человек. У каждого из гостей была возможность задать вопрос спортсмену. В течение нескольких часов он говорил о воспитании подрастающего поколения, о важности образования, мотивации и преодолении трудностей. И, конечно, о своей спортивной карьере. Здравствуйте, Хабиб. Сейчас вы лучший из россиян в ММА. Как изменилась ваша жизнь после боя с Макрэгром? Круто. Все то, что ноябрьские тренеры услышали на встрече, они передали своим воспитанникам. А в ближайшее время в клубе появится футболка с личным автографом Хабиба Нурмагомедова. Каждый, я думаю, зритель, кто был на трибуне, смотрел на него по-своему, как зритель, как фанат, как болельщик, как ребенок, как тренер. Соответственно, все о том, о чем он говорил, мы уже донесли в свои детские группы, подростковые группы, потому что очень много полезного и нужного неправильно он на конференции сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова